Армия всегда приходит на помощь. Армия всегда приходит на помощь по поручению президента России Владимира Путина вооруженные силы расчищают русла реки на Бурейском водохранилище. Основная задача легла на подразделения инженерных и железнодорожных войск, материально-технического обеспечения Восточного военного округа, оснащенных специальной техникой, а также армейскую и транспортную авиацию, привлеченную для расчистки русла и проведения буровзрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища, которое местные жители называют Амурским морем. Обрушение скального грунта в водохранилище общей площадью до 750 квадратных километров, образованное плотиной Бурейской ГЭС на территории Амурской области и Хабаровского края, произошло еще в декабре. По данным Амурского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, объем грунта в оползне составляет около 34 миллионов кубометров, из которых только 2 миллиона кубометров находятся над поверхностью земли. Русло перекрыто практически полностью, в результате обрушения был нарушен годами отлаженный гидрологический режим этого гигантского хранилища водных ресурсов, что грозит с наступлением весеннего половодия и подтоплением нескольких населенных пунктов, авто и железнодорожных коммуникаций и инженерных сооружений Байкала-Амурской магистрали. В связи с этим в Верхнебуриинском районе с 9 января введен режим чрезвычайной ситуации, а жители поселка Чакунда предупреждены о возможной эвакуации. Тревогу по поводу стихийной аварии забили местные ученые. По сообщениям из правительства Хабаровского края, место схода грунта в ближайшее время обследует научная экспедиция. Для подготовки всех необходимых условий для ее работы к месту ЧП выехал отряд краевых спасателей. Интересно, что первой версией после обрушения было падение метеорита. Несколько ученых предполагали, что метеорит упал на дно реки, после чего его накрыла скальная порода, обрушившаяся из-за падения. Прямых доказательств у них не было, все сводилось к тому, что, со слов местных охотников, посетивших место предполагаемого падения метеорита, на значительном пространстве вокруг исчезли деревья. Однако версия с падением метеорита быстро была исключена, так как ни Роскосмос, ни спутники НАСА не зафиксировали никаких вспышек в районе буреи. К тому же радиационный фон в районе обрушения в норме, а значит, космических объектов, в том числе падение какого-то орбитального мусора, в этой точке не было. В итоге приоритетной версией обрушения сопки стала термальная аномалия, возникновение которой в этом месте объясняют тектоническими трещинами. Они могли сделать своего рода коридор в сопке, теплый воздух из глубины начал подниматься вверх, последовал перепад внешних и внутренних температур, что и могло привести к разрушению пород и обвалу. Никаких разных версий быть не может. Совершенно точно там произошел оползень, очень редкий для этих мест, но со всеми атрибутами, характерными для таких процессов, утверждает Алексей Махинов, председатель Хабаровского краевого отделения Русского географического общества. Там хорошо выражено стена срыва, оползневое тело достаточно далеко ушло от самого основания. Оно полностью перекрыло реку, образовав плотину высотой 10-12 метров с самого низкого участка, а в высоком около сорока. Такие процессы характерны для берегов Охотского и Японского морей, а в долинах горных рек это редкое явление. Главная нагрузка по устранению завалов ложится на плечи военных. Махинов также объяснил, что вызвать оползень могли внутренние процессы, которые происходят на склонах. В этом месте он очень крутой и тектонически раздроблен, много разных трещин. Из-за этого склон стал неустойчивым, туда стала попадать вода, потом замерзать, что повлияло на сопку. Ее основание, к слову, было частично разрушено еще в те времена, когда буря и протекало у подножия сопки. Все это и привело к оползню. Главная нагрузка по устранению завалов ложится на плечи военных в основном из состава Восточного военного округа. Оперативно отреагировав на поставленную задачу, военные специалисты детально оценили обстановку в районе обвала скальных пород, составили карту инженерной разведки, определили алгоритм проведения инженерных работ, место развертывания полевого лагеря для проживания личного состава, главная нагрузка по устранению завалов ложится на плечи военных. Как сообщили в штабе ВОО, подразделения материально-технического обеспечения округа уже приступили к расчистке выбранного участка для обустройства лагеря у водохранилища, а вертолеты доставили туда около 100 военнослужащих 14-й инженерной бригады во главе с подполковником Александром Перушевым, дислоцированные в Хабаровске, полевой пункт питания, палатки, дизель-генераторы, бензопилы и другое специальное оборудование, которое позволит людям работать в условиях сурового климата. Также уже стало известно, что скальный затор на реке Бурея планируется ликвидировать путем проведения взрывных работ. Для этого железнодорожным воинским транспортом из Приморского в Хабаровский край направят более 300 тонн взрывчатых веществ. Для проведения специалистами инженерных войск работ по ликвидации обвала скальных пород в районе Бурейского водохранилища самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации с одного из аэродромов Центрального региона России организована доставка на аэродромы Восточного военного округа инженерного оборудования и специальных инженерных зарядов. Всего будет задействовано пять самолетов ВТА, четыре Ил-76 и один Ан-124 «Руслан», которые доставят более 175 тонн груза на аэродромы в Хабаровский край. На место затора инженерное оборудование и специальные инженерные заряды будут доставлены вертолетами армейской авиации и автомобильным транспортом подразделений ЭМТ. Уникальная операция по доставке взрывчатых веществ в труднодоступный район Хабаровского края была спланирована и организована штабом материально-технического обеспечения вооруженных сил РФ, подчеркнул начальник штаба ЭМТ вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Владимир Трешумкин. Специалистами ЭМТ задействованы все виды транспорта – воздушный, железнодорожный и автомобильный. Проведение подобных операций позволяет повысить уровень боевой подготовки подразделений ЭМТ и на практике отработать сложнейшие вопросы организации логистики в удаленные районы. В свою очередь, по словам начальника управления железнодорожных войск округа генерал-майора Андрея Козлова, доставка необходимых материальных средств в район водохранилища продолжается. Для переброски же сюда тяжелой техники организована наладка подъездных путей. Для проведения взрывных работ будут задействованы подразделения отдельной инженерно-саперной бригады Восточного военного округа. Военные инженеры проведут подготовку шурфов для производства взрывов в двух протоках реки Бурея. Группа наших офицеров под руководством подполковника Антона Тимофеева уже произвела расчеты для будущих взрывных работ на месте завалов водоема, рассказывает временно исполняющий обязанности начальника управления инженерных войск округа полковник Роман Греков, прибывший в район происшествия. Предстоит очень большой объем работ, ведь чтобы восстановить привычное течение реки Бурея, нужно разрушить перемычку оползня. Для этого потребуются десятки тонн взрывчатки. Первый завал мы планируем совместно с подразделениями железнодорожных войск разобрать до 10 февраля. Константин Лобков, Красная звезда Роман Бирюлин, Красная звезда Хабаровск.